МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Талгат Нигматуллин. Звезда главного боевика советской эпохи. Мы не ожидали такого бешеного успеха. Почему он погиб так нелепо? Любой человек нормальный не позволил бы никогда с собой так поступать. И кого боялся бесстрашный актер? Если я предам этого человека, космос меня раздавит. Месть, флоры и фауны. Когда ждать природного апокалипсиса? Вмешательство человека фатальное. И за несколько лет это все может исчезнуть. Естественный отбор. Кто выживет на Земле? Будут бегать серые бадагаскарские тараканы огромного размера и размножающие с такой же скоростью, как обычные рыжие прусаки. Что напророчил человечеству великий Эйнштейн? Будут продвигаться африканизированные пчелы. Те, которых называют пчелоубийцами. Подземная цивилизация. Неужели американцы нашли ее? Они фиксируют там передвещение каких-то технических объектов на очень большой скорости. Что искали нацисты в пещерах Кабардино-Балкарии? Они искали оружие, которое позволит им овладеть миром. Февраль 1985 года. В Вильнюсе убит киноактер Толгат Нигматуллин, звезда самого кассового советского фильма «Пираты 20 века». Преступники вскоре были арестованы и осуждены. Но остался вопрос, который до сих пор волнует многих поклонников. Почему опытный каратист не смог себя защитить? Знаменитая сцена из фильма «Пираты 20 века». Бандит Солех ударом ноги уверенно посылает в нокаут советского моряка. В роли жестокого джентльмена удачи Толгат Нигматуллин. Фильм сделал его настоящей звездой трюкового кино. Никто не может представить. Всего через пять лет актер будет убит при чрезвычайно странных обстоятельствах. Кадры процесса, на котором судят убийц известного артиста. Это лидеры секты оккультистов, называющих себя странниками Абай Барубаев и Мирза Камбадбаев. И несколько их подручных. Они буквально забили актера насмерть. Вина подсудимых доказана. За убийство Нигматуллина Абай был приговорен к 15 годам колонии усиленного режима. Мирза к 12. Здесь все было ясно. Но вот с другим обстоятельством так и не удалось разобраться. Никто не мог понять и в процессе суда, и в процессе экспертиз, почему Толгат не оказал сопротивление. Толгат Нигматуллин был обладателем черного пояса по карате и чемпионом Узбекистана. Но почему он так и не применил боевые навыки, чтобы спасти свою жизнь? Не убивай меня! Я тебе пригожусь! Все сделай! Руки! Руки! Пираты 20 века. Мальчишки 80-х знали эту кинокартину наизусть. Она получилась такой чистой, романтической, правильной. И самое такое, о советском рэмпе. Мы не ожидали такого бешеного успеха. Это суперчемпион советского проката под 100 миллионов зрителей. Знаменитый режиссер Станислав Говорухин написал сценарий советского боевика, который оказался популярен не только в нашей стране. Я однажды попал в Вьетнам уже год через два. И там меня представляют на вьетнамской студии. Ну, вот он снял такую картину. Места встретить нельзя, там, не знаю, обидел круза. И, слушай, ноль внимания. Ну, снялся. А потом переводчик говорит, вот, в частности, это автор сценария «Пираты 20 века». Так они меня чуть не разорвали на куски, хотели дотронуть. Но мало кто знает. Комиссия Госкино поначалу запретила прокат фильма. Чиновникам показалось, в картине слишком много сцен насилия. Нам сказали, что если еще одно движение карате, мы закроем фильм. Тадеуш Касьянов, основатель Российской Федерации рукопашного боя, не только снялся в одной из ролей, но и поставил в фильме все трюковые сцены. Впрочем, советский зритель мог их и не увидеть, если бы не сам генеральный секретарь ЦК КПСС. Показали его Брежневу на даче. Он заплакал и говорит, какие у нас есть хорошие ребята. Фильм тут же вышел на экраны. Толгат Нигматуллин сыграл в боевике отрицательного персонажа. Но именно ему пытались подражать тысячи советских мальчишек. Это хорошие виски. Город! Зрители, конечно же, не догадывались. Нигматуллин вырос в интернате и в детстве болел рахитом. Но однажды он решил, отныне все будет по-другому. Это произошло после того, как на танцах мальчик получил обидный отказ от девочки из параллельного класса. Он убежал в лес, проплакал всю ночь, и потом решил заняться собой. И, собственно говоря, начиная с этого момента, он искал какого-то совершенства. И в теле, и в душе, и в мыслях. Собственно говоря, этим он и жил. Юноша из провинциального киргизского городка Тызылкия сумел поступить в один из самых престижных вузов страны – в ГИК. Однокашник Талгата Нигматулина, актер и режиссер Сергей Никоненко вспоминает. Своей энергией и любовью к восточным единоборствам Талгат заразил весь курс института кинематографии. Он очень хорошо двигался. Как раз у меня этюды были такие, связанные с непростым движением, с драками, даже с потасовками. А уже потом он, я услышал, что Талгат уже занимался всерьез восточными единоборствами. Об увлечении артиста боевыми искусствами говорят многие его коллеги. На них это действительно производило впечатление. Неужели Нигматурин только в кино мог с легкостью побеждать своих противников, а в реальной жизни не использовал свое мастерство? Но не будем забывать, в 1972 году указан спорткомитет Советского Союза этот вид единоборств оказался под строгим запретом вместе с секциями культуризма и женского самбо. Правда, потом каратисты вышли из-под поля, но ненадолго. В начале 80-х в Уголовном кодексе появилась статья «Незаконное обучение карате». По мнению партийных чиновников, эти виды спорта пропагандировали западный образ жизни. Президент Национальной Федерации караты России Александр Иншаков о событиях 30-летней давности сегодня вспоминает с горькой иронией. В 1982 году запретили это уже после событий в Польше, вот вся эта история. Почему-то решили, что караты тоже очень опасны для социума российского вид боевых единоборств, что вдруг каратисты станут революционерами. Но запрет только подстегнул интерес людей к карате. В Советском Союзе стали открываться подпольные секции. Я точно так же занимался и карате, подпольно, и платил по 15 рублей в месяц. Мастер восточных единоборств Юрий Кармушин вспоминает, достать специальную литературу по карате в 70-е годы в СССР было невозможно. По стране ходили книги, переписанные от руки. У меня был товарищ, у которого родители жили в Индии. И они привезли из Индии книжку по карате. На английском языке я взял копирку. За ночь, за всю ночь под копирку перерисовал все эти стойки, все, и переписал текст вручную. Мог ли Талгат Нигматуллин в таких условиях по-настоящему обладеть искусством восточного единоборства? Он талантливый, как актер, но не как каратист. Да, и взял некоторые вещи, и они у него неплохо получались. Но это если судить с точки зрения опытного мастера. Для актера же Нигматуллин владел бойцовскими навыками на довольно высоком уровне. Он стал одним из первых, ну, как говорят, очень умелых спортсменов, который занимался карате. Почему же Талгат Нигматуллин не смог защитить свою жизнь, когда его жестоко избивали? Любой человек нормальный, нормально себя чувствуешь, не позволил бы никогда с собой так поступать. Вот, я думаю, что он нормальный был человек, нормально мыслил, нормально говорил. Дело в том, что актер был увлечен не только единоборствами, но и философией восточных мудрецов. И однажды поиски ответов на вечные вопросы привели его в секту. Талгат Нигматуллин, который был очень талантливый человек, и который, как многие талантливые люди, сомневался в своих способностях периодически, он тоже решил каким-то образом, так сказать, усовершенствоваться, просветлиться и попал вот в эту группу. В начале 80-х советские люди, уставшие от коммунистической идеологии, с большим интересом посещали лекции о вселенском разуме. Симбиоз восточной философии и биоэнергетики творческая интеллигенция восприняла как глоток свежего воздуха. Предприимчивые дельцы от эзотерики сориентировались моментально. Одним из новоявленных гуру стал Абай Бурубаев, сын главного редактора партийной газеты в Киргизии. Абай решил делать большие деньги на нетрадиционных методах лечения. Для осуществления плана Бурубаеву был нужен этакий ручной экстрасенс. И такой целитель был найден в одном из сел Каракалпакии. Звали его Мирза. Мирза это был, ну вот представляете себе, значит, такой массивный, малоподвижный, амимичный человек. И все считают, что у него есть особые способности. Вот что он может излечить, что он может помочь. Он ничего не делал. Он многозначительно молчал, принимал позы, он был одет в какую-то хламиду, какие-то бусы. Абай сумел заручиться поддержкой влиятельных людей. Например, главного редактора популярного журнала «Огонек» Анатолия Сафронова. А для того, чтобы его учению доверяли безоговорочно, гуру требовался человек, которого знают все. Им стал Талгат Нигматуллин. Актер Сергей Никоненко и сейчас не до конца понимает, как Абаю удавалось оказывать такое влияние на актера. Талгат, опомнись, куда тебя втянули. Да что ты, говорит Петрович, этот человек открыл мне космос. Он говорит, если я предам этого человека, космос меня раздавит. Впрочем, Нигматуллин был лишь одним из многих, кому киргизский пророк сумел, что называется, запудрить мозги. Это секта типа дзин-буддизма, кришнамуртия, духовное прозрение. Это такой оккультизм. Первобытная структура сознания, которая активируется у таких людей, в такие переломные эпохи, просто больше людей под это подпадает. Чтобы встать на путь истины, последователи учения Абая и Мерзы должны были отречься от всех мирских благ. Доктора наук, профессура, музыканты и даже врачи приезжали в глинобитный домик Мерзы в богом забытый аул и покорно выполняли любые приказы экстрасенса. Эти сеансы психотерапии были очень своеобразные. Они жили там в антисанитарных условиях, мылись в ворыках. И в качестве одного из основных методов снятия всяких проблем личностных и психотерапии были сексуальные связи с Мерзой. Это была имитация продвинутых людей, просто-напросто. На самом деле это были просто такие люди, ну, не вполне законные. Бизнес Абая и Мерзы шел как по маслу. Но зимой 85-го года вышла осечка. Вильнюские члены секты отреклись от своего учителя и отказались платить дань. Разгневанный Абай решил наказать отступников. Он взял с собой, ну, естественно, Мерзу, вот, но он взял с собой трех бойцов, вот, Пестрецов, Бушмакин, Седов. И для того, чтобы, предчувствуя, что будут какие-то физические разбирательства, он позвал Нигматулина. И Талгат согласился и приехал туда. Борубаев приказал избить непокорных членов секты. Но актер впервые ослушался своего учителя и хлопнул дверью. Абай, опять-таки это материалы дела, не терпел инакомыслия. И когда он знал, что его не слушались, он наказывал. Когда Талгат вернулся в квартиру, где остановились сектанты, Борубаев приказал начать избиение строптивого ученика. Оно продолжалось несколько часов, с вечера почти до утра. После убийства судмедэксперты насчитали на теле артиста 119 ранений. Причем они были нанесены только руками и ногами. Так почему же Нигматуллин покорно сносил жуткие побои и даже не сделал попытки защититься? Такое могло бы произойти, если бы актер находился в наркотическом или в алкогольном опьянении. Но ни следов алкоголя, ни остатков наркотических веществ в крови погибшего не оказалось. Значит, Нигматуллин все-таки мог дать отпор убийцам, но не стал этого делать. Почему? Когда мастер Дзен бьет ученика, ученик принимает это с благодарностью. Это слова из записки, найденные в вещах Талгата Нигматуллина после смерти. Похоже, он просто не захотел оказывать сопротивление. Восточная философия это есть, что если учитель наказывает, значит любит. А так как отец очень уважением относился и к востоку, и к философиям различным, и в том числе к своему учителю вот в этой секте, он не мог сопротивляться. Но в тот момент, когда он понял, что уже надо сопротивляться, уже не было сил сопротивляться. Талгат стремился познать таинственный процесс саморегуляции. Надеялся на просветление. Но его эксперимент обернулся трагедией. А своих убийц он до последнего момента считал друзьями, которые просто запутались в поисках истины. Но есть и еще одна важная деталь, не имеющая к дзен-буддизму никакого отношения. И именно она может дать трагедии совсем другой поворот и смысл. Когда эксперты-криминалисты осматривали искалеченное тело Нигматуллина, они сняли с него православный крестик. Незадолго до гибели актер окончательно разочаровался в псевдоучении Абая и Мерзы и принял православную веру. Один из главных ее постулатов – непротивление злу насилием. Быть может, своей смертью Талгат хотел показать сектантам, что истинную веру невозможно победить грубой силой. К сожалению, ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Смотрите далее. Прогнозы экологов. Как природа отомстит человеку? У них скелеты начинают растворяться, как в кислоту. Если бросить... Отчего животные сходят с ума? Представьте себе какие-нибудь военно-морские учения с бубуханием, грохотом. Дайна пещеры Харахора. Что скрывается в ее глубинах? К огромным трудам пришлось... Спустились мы на глубину 78-80 метров. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Человечеству осталось жить на планете Земля чуть больше 30 лет. Так утверждают специалисты Всемирного фонда дикой природы. Цитирую. Глобальная катастрофа произойдет в середине нынешнего века, так как в последние десятилетия природа терпит беспрецедентно высокий урон. Лидер фонда новой экономики Эндрю Симпс выразился еще конкретнее. Он сказал. Люди окажутся в ловушке между ужасом засух и синими морями наводнений. Получается, грядет новый апокалипсис. А может, это очередная страшилка ученых? Американский штат Арканзас. Последние минуты уходящего 2010 года. Но спустя всего несколько часов у жителей города Биеп от праздничного настроения не осталось и следа. Утром на них обрушился дождь из нескольких тысяч мертвых птиц. То же самое произошло в штатах Луизиана и Гентукки. Перепуганные американцы решили, грядет апокалипсис. Власти попытались успокоить население и предположили, что виноваты новогодние фейерверки. Но орнитологи эту версию опровергли. Так что же произошло с пернатами? Тысячи причин, от которых могут погибать в Америке птицы. Вообще, городская среда, она плохо, конечно, для птиц. Хотя они приспосабливаются и живут, но условия довольно быстро меняются. В течение нескольких месяцев 2013 года в разных штатах США находили мертвых черных дроздов, голубей и ястребов. Волна необъяснимых птичьих смертей прокатилась по всему миру. В Италии погибли горлицы, на Украине – вороны. В Москве зарегистрирован голубиный мор. А в китайской провинции Шэньдун местные жители обнаружили сотни мертвых сорок. Мертвые птицы висели на ветвях деревьев и валялись на земле на отрезке побережья реки длиной полтора километра. Расстояние между ними было примерно 4-5 метров. Никаких объяснений от специалистов по поводу причин смерти пернатых пока названо не было. Из газеты «Дзинань Шибау». Весной 2013 года на побережье между Израилем и Палестиной выбросились 400 гигантских скатов Мобула. В Германии, в реке Виппер, в один день всплыли 37 тонн мертвых серебристых карпов. В Новой Гвинеи местные жители нашли погибших китов, а на побережье Перу выбросились 200 дельфинов. Экологи всего мира недоумевают. Что происходит в природе? Проблема, которая называется акустическое загрязнение, то есть загрязнение шумом. Стаи дельфинов, киты, скаты, морские львы, косяки рыб – все эти существа сверхчувствительны к любому шуму. От сильной акустической атаки они буквально сходят с ума. Представьте себе какие-нибудь военно-морские учения с бубуханием, грохотом и так далее, на пути их традиционных миграций, что у берегов США произошло. Вот, по крайней мере, один раз. Вот, и такое может быть. На одной из международных конференций Крис Ридинг из Британского центра экологии и гидрологии заявил, правительство США и других прибрежных стран скрывают информацию о том, что морские обитатели и птицы неминуемо гибнут во время проведения военных учений, а также в ходе разведки нефти крупными корпорациями. Это воздействие акустических шумов, либо от подводных лодок, либо от флота, который производит испытания, либо от акустических испытаний, когда ищут нефть. На шельфе происходит очень сильный гидроакустический удар, и он может воздействовать на морских млекопитающих. Хотя правительства ведущих держав мира официально и не признают проблему, на самом деле они прекрасно понимают степень опасности последствий акустических испытаний. США, например, недавно приняли ограничивающую деятельность военно-морского флота в определенных районах, где концентрируются морские млекопитающие. Земля – это единый живой организм. Не перестают повторять экологи. Нельзя не обращать внимания даже на малейшие сбои в природе – на воде, в небе или на суше. В 2012 году сразу в нескольких странах мира началась массовая гибель пчел. Колоссальный ущерб понесли фермеры США. Миллион пчелиных семей вымерли всего за каких-то полгода. Конечно, это от деятельности человека. Но не само же по себе. Конечно, эволюционные процессы происходят, мы их можем видеть. Ученые Индийского университета Пенджаба сделали сенсационное заявление. В гибели пчел виноваты мобильные телефоны. Их электромагнитное излучение губит насекомых. Провели эксперимент. Три месяца исследователи наблюдали за жизнью двух ульев. Один из них облучали двумя мобильными телефонами. Выяснилось, что в облученном улье пчелиная матка отложила в несколько раз меньше яиц. Постепенно насекомые вообще перестали воспроизводить потомство и вымерли. Те же самые пчелы или шмели в зоне повышенного электромагнитного излучения становятся более агрессивными. Могут нападать на того же самого человека. Если рассматривать репродуктивную функцию, она, безусловно, заметно снижается. А что если сотовая связь губит не только насекомых? Эксперимент теперь уже с птицами продолжили британские ученые. Они наблюдали за поведением пернатых в районе вышек сотовой связи и различных ретрансляторов. А вы знаете, например, что около Останкинской башни с момента ее постройки находят сотни трупов птиц. Просто прижимает, вжимает в эту башню. Исследователи давно заметили, в районе телефонных станций, даже рядом с телевизионными вышками, птицы не гнездятся. Но какие-то локальные сбои на маршруте данные устройства могут внести, ввести, скажем так, в какое-то заблуждение, пока они не выйдут из зоны влияния вот этих источников. Биологи вынуждены признать. Результаты исследований вредного воздействия мобильной связи и других электронных устройств чаще всего приходится замалчивать. Причина банальна. Миллионные прибыли сотовых компаний позволяют им диктовать свои условия и лоббировать коммерческие интересы в правительстве. А что, если следующей жертвой своего же прогресса станет сам человек? Всемирно известный физик Альберт Эйнштейн еще в 40-е годы 20 века предрекал, если пчелы вымрут, то через 4 года после этого погибнут и люди. В природе все взаимосвязано. Исчезает одно звено, нарушается вся биологическая цепочка. Неужели гений Эйнштейн и здесь оказался прав? Возможно, великий физик и преувеличил, отмерив людям всего 4 года после гибели пчел. Но в целом его теории стоит прислушаться, считают современные ученые. Ведь логика здесь проста. Исчезнут пчелы, основные опылители в природе, исчезнут и растения. А растения – это одна из основ биологической цепи. От них зависит вся жизнь на нашей планете. Вот пирамида Элтон. Наверху находится, вот здесь нарисована рысь. Ну, то есть здесь могут быть любые крупные хищники, как млекопитающие, так и птицы. Ниже, соответственно, травоядные животные или мелкие хищники. Так в конце прошлого столетия кто-то из правительства Поднебесной решил, что из-за воробьев крестьяне недополучают огромное количество риса. Воробьев объявили чуть ли не врагом всего китайского народа. И каждый там уважающийся школьник должен был в день по 10 воробьев из рогатки подбить. Воробьи исчезли. Вместе с ними исчезли и рисовые плантации. Провинции охватил голод. Причина в этом очень проста. Так как отсутствие воробьев привело к взрывному размножению вредителей, насекомых вредителей, которые уничтожали все эти рисовые посевы на корню. То же самое происходит и со всей планетой. Проблемы в атмосфере незамедлительно сказываются на Земле и Мировом океане. Становятся более и более ярко выражены всякие катастрофические явления. Вы заметили, что в последнее время все больше и больше катастроф. В 2013 году ученые Китайского университета океанологии Циндао заявили, «В океане, как в кислоте, стали растворяться кораллы, рыбы и даже планктон». Специалисты природоохранных организаций утверждают, что это явление – одно из самых опасных для всего земного шара. Мы говорим не о потеплении, а о изменении количества СО2 в атмосфере. Т2-окись углерода, она растворяется в воде и меняется кислотность океана. Есть такой процесс, который сейчас набирает обороты, называется закисление. От закисления гибнут многие морские обитатели. Когда придет наша очередь? У всех животных, у которых известковые скелеты, у них скелеты начинают растворяться, как в кислоту. Если бросите, да, постепенно начинают растворяться. Это и двусорчатые моллюски, например, там те же самые любимые гребешки, мидии, там устрицы. Но это еще полбеды, но самое главное – это планктон. И опять срабатывает пирамида Элтона. Планктон – это фундамент пищевой цепочки для всех подводных обитателей. Исчезнет планктон, под водой вымрет все живое, считают океанологи. Погибнут морские обитатели – это обернется катастрофой на суше. Потому что все в природе взаимосвязано. Все связано какими-то невидимыми ниточками, цепочками. Я говорю, что это принцип домино, обычно люблю повторять. Знаете, когда домино вот так вот выстраивают в ряд, если ты пальчиком тронешь одну, то постепенно ляжет весь ряд. Не так давно на одном из пляжей Испании нашли мертвого кита. Когда местные рыбаки разрезали его тушу, они пришли в ужас. У него нашли 17 килограмм пластика в организме и почти стопроцентная вероятность, что он именно из-за этого и погиб. Мы влияем на природу, говорят ученые, а она влияет на нас. Рано или поздно зараженная рыба, мясо больного животного или загрязненная вода оказываются на нашем столе. Мы травим природу, она отвечает нам взаимностью. В ученом мире существует еще одна революционная теория. Некоторые биологи всерьез полагают, что природа, а в частности животные, насекомые и птицы, однажды нам отомстят. Прежде подобные гипотезы звучали фантастически и использовались, пожалуй, только в кино. Помните, у Альфреда Хичкока в фильме «Птицы» стаи пернатых взбунтовались против человека. Сегодня ученые уже приводят реальные примеры, не из кино. Под угрозой уничтожения находятся множество видов эндемиков, которые живут только там. Почему? Потому что в Балкаскаре есть нечего. Их просто банально едят. В 1987 году на Байкале была зарегистрирована массовая гибель нерпы. Говорят, только благодаря международному вмешательству единственного в мире пресноводного тюленя удалось спасти. А вот стеллеровой коровы больше нет на планете. На полное ее истребление людям понадобилось всего 20 лет. Конечно же, там, где есть эти эндомичные виды, там вмешательство человека фатальное и мгновенно это все происходит. За несколько лет это все может исчезнуть. Вырубаются леса. Разрушаются горы. Засоряются ледники. Опустошаются земные недра. Разрастаются города. Куда отступать животным? Иначе воспринимают всю эту информацию сторонники теории эволюции. Они считают, что гибель некоторых видов животных – это естественный процесс, выживает сильнейший. Экологи с таким подходом категорически не согласны. И задают главный вопрос. Какие новые виды животных придут на смену тем, к которым человек уже привык? Если у нас каждую неделю будет появляться новый фараоновый муравей, новая мухожигалка, новый вид комаров, я же не говорю, что по стенам будут бегать серые мадагаскарские тараканы огромного размера и размножающиеся с такой же скоростью, как обычные рыжие прусаки, то боюсь, что нам самим может быть не очень комфортно. И природа уже посылает свои первые предупреждения. В США место погибающих обычных пчёл занимают африканские пчёлы-убийцы. Они очень агрессивные. И в одной Бразилии погибло там более 200 человек и тысячи голов скота от их укусов. Последнее исследование экспертов из Всемирного фонда дикой природы выглядит отнюдь необнадёживающе. В ближайшее десятилетие погибнет примерно пятая часть всех позвоночных, треть всех акул и скатов. Неужели мир на пороге всеобщего вымирания? И всё-таки грозит ли нам природный апокалипсис? Мнение учёных расходится. Различные экологические фонды бьют тревогу. Гринписовцы буквально кричат о скорой гибели всего живого на Земле. Учёные-оптимисты, напротив, просят не нагнетать. Они уверены, человек, как и в древние века, ничтожен по сравнению с целой планетой. И природа сможет самоочиститься от любого вредного воздействия людей. Главное, чтобы при этом она не самоочистилась от человека. Смотрите далее. Глаз из-под земли. Слышна только такая артикуляция. Кто сможет расшифровать эти сигналы? Чтобы это сделать, нужно было обладать огромной энергии. И существуют ли в подземельях неизведанные миры? Вот эти самые гигантские блоки весом 600, 1000, 1200 тонн явно строили какие-то гиганты. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Американские военные обнаружили в глубинах нашей планеты расу живых существ. Цитирую. Именно ее представители управляют неопознанными летающими объектами, а вовсе не инопланетяне. С такими сенсационными и даже несколько странными заявлениями выступил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. Да, снова он. Так есть ли разумная жизнь в недрах Земли? Если да, то как выглядят подземные жители и представляют ли угрозу для человечества? Здесь круглый год около 7 градусов по Цельсию. Здесь 19 километров тоннелей, лазов и гротов на 30-ти метровой глубине. Спелеолог Юрий Долотов исследует с Яны не один десяток лет. И тем не менее, каждый поход сюда полон сюрпризов. Есть два правила поведения под землей. Иметь с собой запасной источник света и записываться в журнал, который лежит при входе. Чтобы пропавшего туриста могли вовремя отыскать. Самое-самое худшее, что может быть, это пойти под землю, когда никто не знает где-то. Несмотря на трагические пропажи, популярность подземных экскурсий только увеличивается. Людей манят недра Земли. Философы ищут здесь ответы на вечные вопросы. Историки, артефакты древних цивилизаций. Буквально под нашими ногами, судя по этой карте, находится целый подземный мир. Который строился и перестраивался, усовершенствовался с тех пор, как существует человечество. Неудивительно, что вокруг каждого подземного объекта существует огромное количество мифов и легенд. И это на глубине нескольких десятков метров. А если спуститься поглубже? Дорога в ад. Так, в 1989 году западные журналисты назвали Кольскую сверхглубокую скважину. Якобы в самой толще Земли, на глубине 12 километров, микрофоны ученых записали людские крики и стоны. Это, конечно, вымысел, но Кольскую скважину действительно бурили в научных целях. Удалось ли исследователям обнаружить в недрах планеты хоть что-то похожее на жизнь? В Актерии, оказывается, до 100 метров могут жить. Но дальше там 100 метров, я уже сомневаюсь, что там все-таки жизнь может быть. Японцы вот сейчас думают бурить в океане, поскольку там 7 километров кора, а дальше слой уже мантии. Вот там как бы более интересные вещи будут. Американским военным удалось найти то самое, более интересное. Жизнь в глубочайших слоях Земли. И даже не просто жизнь, а высокоразвитую цивилизацию. По крайней мере, так сообщают многочисленные источники в интернете со ссылкой на Эдварда Сноудена. Он рассекретил материалы о том, что правительство Соединенных Штатов Америки, президенты, обладают сведениями о летающих тарелках, что они имеют такие наблюдательные объекты, сонары, которые находятся глубоко в воде. И они фиксируют там передвещение каких-то технических объектов. Кто же они, эти загадочные жители подземелья? Это вероятность сущностей, которые находятся внутри земной коры. Они подвержены очень большим давлениям, с страшнейшим температурам. Речь идет об экстремофилах, бактериях и микроорганизмах, способных жить в экстремальных условиях. В сообщениях, распространенных от имени Сноудена, именно их называют загадочной подземной расой. Так кто же такие экстремофилы на самом деле? Пермский край. Знаменитая Девья пещера, длиной чуть больше 10 километров. Сюда, как и в подмосковные Сьяны, съезжаются туристы со всей страны. В надежде встретить настоящих подземных жителей. Этот самый народ, чуть распространенный на русском севере, как гласят легенды, не только жил в подземельях, но и в конечном итоге ушел под землю, не появившись снаружи. Во время одной из экспедиций к Девьи и пещере уфолог Николай Суботин ночью услышал разговор на незнакомом языке. Как будто говорят два человека, взрослый и пожилой. В чем говорят люди непонятно, то есть ушла только такая артикуляция, а-о-о, то есть вот такое. А вот загадочной шахте в горном массиве Хара-Хора, что в Кабардино-Балкарии, возможно, еще предстоит стать туристической достопримечательностью. В течение многих тысячелетий подземелье оставалось для людей тайной за семью печатями. И, возможно, о нем бы никто не узнал, если бы не загадочные знаки, оставленные на скалах немцами во время оккупации. Это свастика, выбитая на камни и с датой. В данном случае, тот реперный знак, который находится прямо напротив шахты, свидетельствует, что он выбит 28 октября 1942 года. Зачем немцы выбили в скалах свастику? Что искали в горах Кабардино-Балкарии? В поисках ответов местные спелеологи начали собственные исследования. Плита, огромная, достаточно большая плита, закрывала вход. Когда эту плиту отодвинули, оказалось, что перед нами отверстие. С огромным трудом пришлось спустить мы на глубину 78-80 метров. С огромным трудом протискивать нужны спелеологические навыки, нужны альпинистские навыки. Продвигаясь буквально вслепую, исследователи открывали все новые замки и проникали в новые отверстия, ведущие вглубь. Масштаб сооружения впечатлял. Вот эти самые гигантские блоки, наземные, весом 600, 1000, 1200 тонн, явно строили какие-то гиганты. В Кабардино-Балкарии побывали уже более 10 экспедиций, в том числе зарубежных. Все сходятся в одном. Шахта рукотворная. Вот только чьих рук это дело? Мы однозначно уверены, что сделали ее не наша цивилизация, что это сделано значительно раньше. Чтобы это сделать, нужно было обладать огромной энергией. Свой ответ есть у сторожилов. Подземные сооружения внутри горного массива Харахора – это последнее пристанище древней цивилизации Нарта. Нарты – герои древних эпических сказаний кавказских народов. Могучие богатыри, носители позитивного начала. Вместе с шахтой в горном массиве Харахора обнаружили древнее захоронение. Его назвали Кемерийский некрополь. Вот один из артефактов, найденных в могильнике. Необычная эта чашечка и других, найденных на этом объекте, в том, что на ее донышке выцарапана оборотная свастика. Существует ли связь между свастикой, выбитой в горах немцами в 1942-м, и свастикой из древнего кладбища? Журналист Виктор Котлеров уверен – существует. Он считает, что нацисты искали в горах именно эту шахту. Следы той самой цивилизации, скрывшейся в подземелье. Их интересовал Кавказ. Что они могли видеть на Кавказе? Что они искали на Кавказе? Конечно, это было прежде всего то, что связано с войной, с абсолютным оружием. Они искали то оружие, которое позволит им овладеть миром. Существует легенда о том, что древняя цивилизация оставила потомкам тайные знания, зашифрованные на кремниевом носителе. Возможно, мы находимся сейчас в двух шагах от того самого зала знаний, до которого так и не добрались нацисты. Но есть и другие версии предназначения шахты. Например, то, что она была воздуховодом для подземного города. Одно из самых фантастических предположений – сооружение в горном массиве похоже на тоннель для летательных аппаратов. То, что вылетают в ряде мест в Аргентине, в Тибете, в Антарктиде, на севере, из-под земли что-то похожее на неопознанные летающие объекты, скорее всего подтверждает о том, что под землей существует какая-то жизнь. А может быть, это и есть те самые НЛО, которыми якобы руководят наши подземные соседи-экстримофилы. Благодаря американцу Сноудену в России это слово вышло за пределы секретных лабораторий. Что же говорит об этих существах классическая наука? Это биологические объекты или микроорганизмы, которые предпочитают расти в условиях, отличающихся от нормальных пониманий нас с вами. То есть это микроорганизмы, которые могут расти при температуре до плюс 100 градусов, например. Микроорганизмы – высшая раса, готовая сразиться с человечеством, летающие тарелки? Для почвоведа Елизаветы Ривкиной это звучит как бред. Никакого мнения по поводу высказывания Сноудера у меня нет, потому что мне кажется, что микроорганизмы интеллектом в нашем понимании никаким не обладают и обладать не могут. Возга у них нет. Есть и ещё одна версия. Сноуден ничего подобного не говорил. Я выказываю серьёзное сомнение и глубокий скепсис, потому что действительно публикации, которые сегодня трутся вокруг имени этого, они корректны. Так кто же и зачем распространил от имени Эдварда Сноудена не выдерживающие никакой критики сенсации о подземном мире? Возможно, этим занимаются сотрудники ЦРУ, чтобы дискредитировать другие сведения, которые обнародуют их бывший коллега. Если это так, то у этой истории обязательно будет продолжение. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова